Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Марьям Бахтеевой. Вначале коротко о главном. Кораблик Победы. Памятная акция на берегу Суры. В Сердобске торжественно открыли мемориал в память о воинах, отправившихся на Великую Отечественную войну оттуда. Всегда на связи День радио. В Пенде отметили гашением юбилейной марки. Прошу вас поставить оттиск почтового штейнера в нижнем левом углу почтовой марки на обеих карточках. Главным событием этой недели, безусловно, станет празднование Дня Победы. Несмотря на то, что масштабные торжества в этом году из-за сложившейся эпидобстановки вновь отменены, различные акции проходят в разных уголках региона и в преддверии 9 мая. Сегодня утром одна из самых трогательных была организована на берегу Суры. Корабль называется Победа. Мы его делали вместе с папой. Мы взяли кусок дерева. Папа строгал ножовкой. Я помогала ему забивать гвозди. Из пластика, пенопласта, бруса, словом, из всего того, что держится на воде. Больше 30 суденушек самой разнообразной величины изготовили ребята из 49-й школы. Флотилии создавались в рамках акции «Корабли к Победам». Пять лет назад в крымской Феодосии, учащейся одного из местных учебных заведений, смастерили макеты катеров и миноносцев. На бортах написали фамилии прадедов фронтовиков. Их примеру последовали сверстники из самых разных уголков страны. Мы дали в положение примерный размер кораблей. И главное условие было, чтобы он держался на плаву. И когда дети стали приносить корабли, мы, конечно, были очень приятно удивлены, насколько дети прониклись. И еще важным условием было, чтобы на кораблике было написано имя воевавшего героя. Мой корабль сделан из... Основы из пенопласта. Основы из пенопласта. А вот это, вот это и вот это... Части сварены из металла. А вы? Трубы. Трубы. А это деревянные ручки. А одежка это называют водопроводом. То есть воздуховодом. Водопроводные трубы. Водопроводом. Водопроводом. На торжественном построении у стелла-героя, собравшимся, еще раз напомнили, какой ценой была достигнута победа в Великой Отечественной войне. А затем все направились к набережной. Дети передали свои кораблики сотрудникам ГИМС, чтобы те опустили их в воду. В Сердобске тем временем торжественно открыли мемориал в память о войнах 221-го стрелкового полка и 131-го отдельного артиллерийского дивизиона 61-й стрелковой дивизии. Инициатива увековечения подвига земляков принадлежит представителям общественности, которые вместе с учащимися лицея номер 2 собрали информацию об истории подразделений. На церемонии побывал и председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Великая Отечественная война затронула почти каждую семью в нашей стране. На фронт ушли более 300 тысяч пензенцев и больше половины из них отдали за победу свою жизнь. В честь земляков, погибших в годы Второй мировой, Сердобски торжественно открыли мемориальную доску. Мемориальная доска посвящена памяти воинов 221-го стрелкового полка и 131-го отдельного артиллерийского дивизиона 61-й стрелковой дивизии. Почти месяц солдаты на Днепровском рубеже сдерживали врага, наступавшего на Смоленск и Москву. Чтобы прорвать оборону, немцы задействовали соединение Второй армии группы «Центр». Ведя тяжелые бои с превосходящими силами противника, части понесли невосполнимые потери. Погибли и попали в плен многие солдаты и командиры. Некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Война Великой Отечественной, она прошла, по сути дела, черной полосой по каждой семье. Сегодня нет ни одной семьи, где бы не были погибшие или без вести пропавшие. И отдавая дань уважения нашим героям, нашим отцам, дедам и прадедам за эту победу, мы еще раз подчеркиваем уважение к нашей истории. Слова благодарности в этот день прозвучали в адрес ныне живущих ветеранов Великой Отечественной. Валерий Лейдин лично навестил их на дому и вручил подарки. В ходе визита в Сердобский район Валерий Лейдин принял участие и во всероссийской акции. Вместе со школьниками он высадил саженцы яблонь на территории Сада Победы. Этот парк был заложен на въезде в город в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акцию по высадке плодовых деревьев поддержали представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. В преддверии Дня Победы наш канал подготовил праздничную программу для жителей области. Пензенцы смогут узнать больше о военных сражениях из документальных материалах и о наших земляках, которые бились с врагом на фронте и в тылу. В ближайшие дни продолжатся показы военных сериалов. Кроме того, в эфир выйдет фильм-концерт о нашей землячке заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой, которая встречала 9 мая 1945-го у стен Рейхстага. Главное для каждого жителя Пензенской губернии – это бессмертный полк. В связи с эпидемиологической ситуацией не будет 9 мая бессмертного полка в режиме офлайн. Он пройдет в режиме онлайн. У нас подготовлено порядка 3000 роликов с фотографиями, с краткой информацией о земляках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 3000 человек, земляков пройдет на экранах телеканала «Экспресс». Кроме того, наш канал покажет фильм-концерт «Амы из Пензы», участие в котором приняли ведущие коллективы области. Он начнется в День Победы в 9 часов утра. Сегодня отмечается День Радио. 7 мая вошло в историю мировой науки и техники как дата рождения первого приемника. В 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский ученый Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире аппарата, осуществившего сеанс радиосвязи. Поздравления сегодня принимают работники радиостанции, связисты и многие другие, имеющие отношение к данной отрасли в Пензе. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в филармонии. Прошу вас поставить оттиск почтового штемпеля в нижнем левом углу почтовой марки на обеих карточках. Сразу четверо почетных гостей погасили юбилейную марку и поставили на ней свои подписи на память. Так фойе областной филармонии отметили 150-летие со дня образования Пензенского почтамта. В данном случае это просто сувенирное гашение, памятное гашение, которое останется в музее почты, нашей Пензенского почтамта и участникам этой церемонии. То есть это, скажем так, непочтовая продукция. Уже после этой церемонии работников почты, как и одних из важнейших сотрудников отрасли связи, чествовали уже в органном зале. Впрочем, сюда пригласили всех, кто имеет или имел отношение к данной сфере деятельности. Я в отделе, а Женя вот монтажница. Ее награждать скоро медалью будут. А я уже на пенсии. Я отработала 42 года на заводе электроприбор. На торжественной встрече отметили, что связь во всех ее видах развивается ускоренными темпами и сейчас трудно найти человека, который бы не пользовался этим благом цивилизации. Руководителям и самым заслуженным работникам радио, почты и интернет-коммуникации вручили благодарственные письма и приятные презенты. Общим подарком для всех собравшихся стал музыкальный концерт. Теперь о ситуации с COVID-19. По последним данным, за сутки всего 78 жителей нашего региона зародились коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных у нас составило более 45 тысяч человек. Наибольшее количество заболевших, отмечено в областном центре, в свою очередь число справившихся с коварным недугом достигло почти 43 тысяч. За прошедшие 24 часа из медицинских учреждений выписали еще 92 пациента. Нормализация обстановки прежде всего способствует развернутая прививочная кампания. Вакцинация продолжается и в выходные записаться на процедуру можно через портал госуслуг. В кабинетах, работающих в торговых центрах, укол сделают без предварительной заявки. Трижды с незаконной целью наведывался в нашу область уроженец Тольятти. В Пенде он распространял наркотики. Когда мужчина 1981 года рождения прибыл к нам в очередной раз, его задержали сотрудники регионального управления МВД. Было установлено, что данный гражданин снимал квартиру в Октябрьском районе города Пенза. В ходе ее осмотра было из незаконного оборота изъято более 1100 закладок с наркотическим средством, амфетамин и марихуану. Закладки итальятинец делал в лесном массиве. Деньги за свою незаконную деятельность он получить не успел, а вот тюремного срока ему вряд ли удастся избежать. Тем более, ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас короткая реклама, а затем продолжим. 9 мая. Стадион Первомайский. Большая игра. Лига ставок чемпионат России по регби. Полуфинал. Локомотив Пенза. Металлург. Начало в 17. Вход свободный. Задача единственная. Будет жарко. Будет круто. Будет локо. Организация «Похорон». 30 55 55. Круглосуточно. Вы смотрите события. Мы продолжаем. Дмитрий Коденков. Главный федеральный инспектор Попензенской области выразил намерение стать депутатом Государственной Думы. Он уже подал документы в региональное отделение партии «Един Россия», где его зарегистрировали для участия в праймерис предварительном голосовании. Я уверен, что мои знания и опыт, которые я приобрел за годы работы, помогут мне заниматься законно-творческой деятельностью для реализации посланий президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, для развития нашей страны, для развития нашего Сурского края. Напомним должность главного федерального инспектора Попензенской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Дмитрий Коденков занимает с июля 2009 года. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Результаты станут известны 1 июня. Принять участие в праймерис сможет любой желающий. Вне зависимости от партийной принадлежности, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Профессиональная площадка для начинающих художников и фотографов. Так можно назвать арт-пространство, которое расположилось в доме под номером 3 на улице Куйбышева. В усадьбу 19 века, которая числится в списке памятников культуры, очень органично вписались работы в жанре современного искусства. Первое впечатление, когда я спустилась в цоколь, было состояние шока. В каком плане? Мы все ждем, что выставочные пространства – это большие площади, которые предполагают развеску работ. А здесь большой зал, небольшой зал, маленькие зальчики. И для классического музея, конечно, такое пространство, наверное, все-таки не подходит. Я поняла, что из этого можно сделать что-то необычное, яркое, эффектное и действительно в рамках именно современного искусства. Подробнее о самом арт-пространстве, проектах и выставках, которые реализуются на этой творческой площадке, вы узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир нашего канала сегодня в 17.55. И в завершение о спорте. Пензенские футболистки официально завершили сезон и сделали это на мажорной ноте. Лагуна Уор стала обладателем Кубка России. В решающем матче дружина Михаила Крюкова встречалась с принципиальным соперником «Авророй» из Санкт-Петербурга. И те, и другие днем ранее легко одолели представителей восточной конференции. Начало этого противостояния осталось за желто-синими. Раз за разом они угрожали воротам конкуренток за трофей. Но галкипер клуба из северной столицы поймала кураж и спасала ситуацию. Но на 17-й минуте она оказалась бессильна перед красивым ударом Анны Шульги. После перерыва опасные моменты были и у тех, и у других. Но лучше ими воспользоваться вновь смогли наши девушки. Анна Шульга оформила дубль и тем самым поставила точку в игре. 2-0 победа Лагуны, которая стала обладателем Кубка России в восьмой раз в своей истории. И таковы основные события к данному часу. Спасибо за внимание. До встречи. Сегодня вечером на западе Пензенской области ожидается преимущественно облачная погода, в отдельных районах дождь. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов. На востоке Пензенской области облачная погода, небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха 12-15 градусов тепла. В Пензе ожидается облачная погода. Дождь, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 13 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление составит 6 constanteける. Температура воздуха и cigars Температура воздуха Атмосферное давление составит 7-7 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха у rotation. Тернее, переводики opposition.